друзья всем привет добро пожаловать на канал сегодняшнее видео будет про то что как мы сравним цены турецкого метра с российским метро и в аналог возьмем еще дополнительно ашам потому что может чего-то не быть но прежде чем начать это сравнение это видео по разнице в уровне жизни и в ценах наших стран я бы на начало с того что какие у нас в декабре и на новый год ограничения как нас ограничить свободе и как государство принимает меры по поводу к вид 19 ну наверное все уже наслышано что в турции с 1 декабря уже очень много было ограничений введено ограничениях я принципе расскажу сейчас но все непросто ну и неприятно конечно ну я не для себя сделал небольшую шпаргалку для того чтобы не пропустить ничего и было удобнее в принципе рассказать вам в целом как я вообще-то прочувствовал и что это за что это за ограничение свободе значит ну с 1 декабря были введены комендантские часы значит комендантский час наступает каждый день с 21 00 до пяти утра в будние дни и выходные это с пятницы 9 вечера до понедельника пяти утра у вас нет возможности выйти из дома за исключением исключение следующее что вы можете выйти в магазин можете выйти в аптеку и наверное принципе все ну да аптека магазин и принципе все наверное прогуляться собака скорее всего я думаю что вопроса тоже не будет вот кафе-рестораны работают только на вынос соответственно вы там посидеть не сможете однозначно что касательно ограничений уже на новый год и вообще в целом для туристов туристы принципе как собирались турцию так и собирают чемоданы приезжают для них ограничений в принципе нет по отелям все работает хамам сауна бассейны все работает за исключением что они обязаны как и местные носить маску это принципе все носят и я сам я тоже принципе всегда нашу потому что очень много моих знакомых оштрафовали и очень много получили штрафы по 900 лир штраф что понимали это плюс-минус 9000 рублей практически 100 евро поэтому друзья кто из странах снг приезжает и пренебрежительно к этому относится я не рекомендую это делать жандарма реально останавливать и штрафу и следующие ограничения по пикникам но я думаю навряд ли кто приедет турист будет делать пикник потому что мотыли достаточно но тем не менее для местных это тоже ограничение введено что пикники запрещены и штраф 30000 рублей но чтобы понимали где 500 долларов это ну чуть меньше 500 долларов 30 тысяч рублей это нормальные такие деньги поэтому шашлык очень дорогой будет не рекомендую уж точно я бы не советовал бы вот что касательно ограничений в плане на новый год мне кажется это прям вот окончательно нас убили этим потому что нас закрывает на 4 дня закрывает нас с 31 числа с 9 часов вечера по 4 число 5 часов утра по факту 4 по четверо полноценных суток мы будем находиться дома выходить в вообще нельзя магазин работать не будут ничего вообще работать не должно выходить в принципе нельзя и соответственно за все это время в гости ходить тоже нельзя гости запрещено ходить и поверьте мне в турции соседи сдадут вас сто процентов если вы пошли в гости то в россии там или в украине там думает там беларуси то типа сосед пришел к нему гости то тут такого нету тут 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 же соседи сдают и даже не парятся хоть это его сосед хоть не дан каждый здороваться но тем не менее поэтому как это повлияло на нас ну учитывая думаю тех семей которые есть дети это очень тяжело повлияло потому что ребенок привык своему режиму и ему очень тяжеловато ему всегда нужно свободу да и принципе взрослым нелегко а уж ребенку тем более поэтому очень тяжело с ребенком ребенок хочет гулять если вы ограничены в квадратных метрах то тем более это вообще очень жестко даже те же два дня выходные это дается очень тяжело поэтому ну надеюсь что государство принимает правильные шаги и учитывая тот вторую волну которая происходит во всем мире надеюсь что это оправдано ну я думаю что в любом случае пока вакцины нет наверное скорее всего оправдано опять же это мое субъективное мнение могу ошибаться но чтобы не за не затягивать эту информацию все в общем как-то так у нас с этими к видными историями ребята кто захочет турцию приезжайте в отеле отдыхать для вас проблем нету а кто для местных ну да придется немножко потерпеть вот так поэтому друзья едем сейчас метро сравниваем цены смотрим какие цены в россии смотрим какие цены в турцию друзья из украины из казахстана белоруссии вы уж извините я ваши цены не знаю поэтому я буду сравнивать с чем я могу стал чем я сталкивался в россии и с чем я сталкиваюсь здесь поэтому едем сравнить объективно цены на продукты только на продукты жду ваши комментарии жду ваше мнение не забываем ставить лайки подписываемся на канал ставим колокольчик чтобы не пропускать наше видео и поехали а итак друзья давайте посмотрим на примере примере в магазина метро в алании он есть будем сравнивать я думаю объективно будет сравнивать также с российским метро и сравнивать сошаном цены цены будем будет в лирах но чтобы понимали в принципе это 10 или сотые да и также в рублях в принципе ничего сложного нету если вы видите там 10 лет значит 100 рублей поэтому все очень просто хочу посмотреть на примере потребительской корзины российского росстата взять самые основные продукты принципе самые самые основные продукты и потом сравнить с российской потребительская корзина росстата и принципе можно понять объективно может быть по ней можно будет понять с какая разница между ценами турецкими и ценами российским так что идем в метро смотрим и дальше будем сравнивать будем называть цены и прикладывать цены метро из россии или там метро или ашановские цены буду прикладывать что было объективно чтобы не было критики и чтобы не было там лишних разговоров будем брать так среднюю какую-нибудь стоимость того или иного продукта и сравнивать в россии также будем брать среднюю цену и сравнивать. Поэтому идем смотреть продукты. Заодно я сам затарюсь тем, что мне необходимо. И посмотрим в принципе отличается ли вообще ассортимент. Ну и в целом цены как отличаются или не отличаются. Все, поехали. Так, друзья, идем в магазин метро. Я буду в маске, потому что без маски нельзя. Большие штрафы у нас здесь от 900 лир. Это от 9000 рублей. В общем без маски, может быть, маски не очень слышно будет, но тем не менее буду чуть громче говорить. Берем тележку и заходим в магазин. Сейчас спросим, можно ли снимать. Потому что все знают в Турции, что снимать не всегда можно. Аллилуйя, нас пустили, еле договорился. Как обычно здесь это все сложности снимать. Смотрите, какое у нас новогоднее пившество. Все к Новому году. Мутлы и Лар. Это переводится в Счастливого Нового Года. Вот такие вот приготовления к Новому Году. На дворе в середине декабря. Точнее вторая половина середины декабря. В общем, идем. Идем смотреть. Начнем с хлебобулочных изделий. Я хочу взять хлеб. По ценам. Да, тут электронные ценники везде, в принципе. Ну, я имею в метро. Поэтому я, наверное, возьму какой-нибудь хлеб. Какой-нибудь белый. А может быть, какой-нибудь тостовый хлеб. И где-то, ну, какой-нибудь среднего цепа цене. Приблизительно. Ну, давайте вот такой тост возьму я. Что было объективно. Он стоит 5,45. Вот такой тост стоит 5,45. Это, грубо говоря, 55 рублей. Итак, друзья, смотрите. Между Турцией и Россией по цене хлеба, в принципе, разницы практически нет. Но есть одно ново. В турецкие метро в расчет не берутся для турков. Турки в основном покупают хлеб свой местный, который стоит за одну булочку 15 рублей нашими российскими деньгами. Поэтому, ну, если брать в расчет тост, то разницы нет. Дальше по списку у нас мучные изделия. Макароны. Давайте макароны посмотрим. Очень популярные макароны, как, собственно, и в России, барилла. Вот по ним, наверное, будем и ориентироваться. Потому что марки, как сами понимаете, все разные. И, собственно, здесь здесь у нас выбор совсем другой, в отличие от российского выбора. Ну, это логично, да, потому что макароны барилла. Допустим, возьмем такой вот макарон, макарончику. Барилла, наверное, премиум какие-то барилла, судя по всему. Они стоят, я скажу честно, барилла дешевле должна быть. Они стоят 9 лир, ну, 90 рублей. Вот. Так. Вот эти вот макароны стоят уже 16 лир. Подороже они. Вот. Ну, наверное, возьмем стандартные наши макароны, там, завитушки все эти вот такие вот. Вот. Они будут стоить в среднем вот 5-15. 5-15, да, соответственно, ну, 50-1-50. Ну, 52 рубля, условно говоря. Конечно, не густой выбор, конечно. Но, тем не менее, здесь тоже 105-15 вот такие вот завитушки. Ну, такие, я думаю, в России тоже все продаются. Вот эта история типа риса, что ли, есть что-то такое. А, это рикотта точная. Тоже 5-15 стоит. Вот. А вот такие точно в России есть. Тоже 5-15 стоят. Ну, слушайте, 52 рубля, короче. Это без акции. Никаких акций, это просто цена. А вот такие спагетти, спагетти стоят тоже 5-15. Ну, понятно, там есть 5-минутки, 2-минутки, 10-минутки. Разного. Короче, нести по 5-15, ребят. Вот так. По 5-15. В среднем. Почему я ориентируюсь на бариллы? Потому что я знаю, то, что барилла есть в России. Макароны. Ну, я предполагал, что будет в России дороже. В нормальное время в России стоит пачка 90 рублей. Но сейчас декабрь, время скидок. Поэтому разница будет в 13 рублей. А в нормальное время 28 рублей за пачку. Как и макарон, так и спагетти. Позади меня давайте сразу вернем. Вот посмотрим по маслу. Да, здесь очень сильно развито оливковое масло. Здесь от подсолнечного масла так такового практически нет, но оно есть. А там что, дальше покажу вам. Оливковое масло, ну, как сами понимаете, место полагает, что здесь будет много оливкового масла. Давайте возьмем какое-нибудь среднее. Среднее за литр. Ну, наверное, вот мы пользуемся вот таким вот оливковым маслом. А нет, вот такую большую мы не покупаем, вот такую мы покупаем. 48,90. Чуть подороже получается литр. Ну, в принципе, большой нам не нужен, поэтому мы такой покупаем. Так что литр стоит 24 лиры, пусть будет так, в среднем. 23,60, 24,45. 24 лиры. 240 рублей литр стоит. Я считаю, что это очень дешево. Ну, я говорю, тут регион, все деземноморье, поэтому этого масла тут достаточно. Оливковое масло. Ну, предполагать можно было, что будет дороже, но в России в среднем получилось за литр 600 рублей, в Турции 240, поэтому разница 360 рублей, ну, как бы, налицо. А вот подсолнечное, кукурузное масло в расчете не беру, потому что его, в принципе, в списке нет потребительской корзины. А вот подсолнечное масло здесь, скорее всего, будет дороже, однозначно, чем в России, ну, потому что, вы сами понимаете, давайте какую-нибудь возьмем среднюю, вот смотрите, здесь стоит 61,89, вот эта баклажка стоит, это 65,90 стоит. Так, давайте возьмем какую-нибудь средненькую, чтобы было по чесноку. Ну, давайте возьмем такую маленькую, наверное, да, вот такую маленькую, потому что не все покупают большие баклажки. Вот есть метра, Ару, это их продукция, стоит 25,95, ну, не дешево, литр стоит 12,98, 130 рублей, это метра, именно метровская продукция, вот, а если все другое, что-нибудь, вот метровская стоит 27,90, тут литр, 27,90, уже подороже, 270 рублей, ну, даже не 270, 280 рублей, здесь тоже, литр стоит 14,49, подешевле, ну, короче, в среднем получается, литр, если взять метровскую продукцию, вот эту продукцию, в среднем, это получается, ну, где-то 130 рублей литр стоит. Подсолнечное масло, был, честно говоря, удивлен, думал, что в России дешевле, оказалось практически одинаково, также в Турции получилось дешевле, но за качество подсолнечного масла в Турции, я, конечно, не готов отвечать. Так, что у нас дальше по списку, ребят? Картофель и овощные продукции, ну, давайте посмотрим, да, вернемся, просто поближе, на самом деле, я не по списку уже еду, но тем не менее, вернемся к фруктам, овощам, посмотрим, что у нас по фруктам, овощам здесь, опять же, ребят, обозревать можно много, что, много, что отличается от нашего, но я хочу все-таки потребительскую корзину обозревать, потому что, ну, так будет на самом деле для всех понятно, что и так, и почем, так вот, ну, давайте сразу посмотрим, авокадо стоит 8 литр, это дорого, сразу вам скажу, на рынке дешевле, так, авокадо в турецком метро за штуку, получается 80 рублей, в российском метро 300 рублей за килограмм, за штуку, к сожалению, нету, и вы знаете, честно скажу, что лучше авокадо я ел туда в Турции, и, наверное, на ваше усмотрение, да, как бы по цене и качеству, вот, картофель, картофель у нас находится вот-вот здесь, вот, картофель находится вот-вот здесь, вот картофель, картошка стоит 1 килограмм 168, это получается 17 рублей, 17 рублей, ну, 168, будь-бы, 17 рублей, округляю ее, 2 сотые куруши откупыляют, значит, 17 рублей килограмм картошки, понятно, что есть, можно купить больших, маленьких, картофель, в Турции 17 рублей, в России 55 рублей за килограмм, в среднем получается картофель, может быть, на рынках дешевле быть, но мы сравниваем метры, поэтому разница в 38 рублей, лук, лук стоит 2,89, 30 рублей килограмм, ну, 29 рублей килограмм, ладно, пусть будет 29, 29 рублей килограмм, лук, что в России, что в Турции, по одинаковой цене, в среднем 30 рублей, так, что у нас еще есть, давайте посмотрим морковь, есть ли морковь здесь, чеснок, ну, чеснок, кстати, актуально будет, для россиянок точно, 38,99, получается 400 рублей килограмм, ну, он в таких вот пучочках продается, в таких пучочках продается, в таких маленьких продается, видите, упакованный, вот, так, морковь, чеснок, ожидаемо, что в России будет дешевле, потому что его там очень много выращивают, в Турции он дороже, разница в цене, 170 рублей, морковь, морковь, я пока не вижу морковь, вот морковь, морковка стоит, 3,22, 32 рубля килограмм, она такая упакованная, вроде ничего так смотрится, хотя нет, ничего, нормальная, нормальная морковка, а это что такое, тоже морковка, даже не знаю, что такое, кто знает, напишите в комментариях, что это такое, ребят, я не знаю, смотри, морковь, в России стоит 30 рублей, в Турции 32, поэтому, разница в цене, 2 рубля, смотри, капуста, капуста стоит 2,80, 28 рублей килограмм, капуста стоит 28 рублей, в Турции 34 рубля, средняя цена, в России разница в 6 рублей, ну опять же, здесь нужно покупать, упаковка, то, что упаковано, в розницу, ну как бы, захотел, там килограмм, полкилограмма, не купишь, как на рынке, давайте, посмотрим еще, сколько стоят бананы, потому что, у нас недавно вышел ролик, про бананы, бананы стоят, здесь очень дорого, но эти бананы, как я и говорил, такие же привозные бананы, они дорогие здесь, они стоят 160 рублей, чтобы вы понимали, ребят, 160 рублей килограмм бананов стоит, просто офигеть, вот это вот привозные бананы, которые приезжают к нам в Россию, они здесь дороже стоят, чем местные, это просто офигеть, так что да, 160 рублей, чтобы вы понимали, я просто в шоке, бананы, к моему удивлению, и в принципе, я бы, это ожидаемо была, разница в 90 рублей, ребят, 90 рублей, повторюсь, ладно, так, ну яблоки, давайте так тоже в целом пробежимся, чтобы объективно было, опять же, сезон яблок, и наверное, хотя и в России тоже заводятся яблоки, 7,99, 8,49, 10,49, мы любим такие семеринку, 9,25, и 9,49, короче, в среднем 9 лир, 90 рублей яблоки, хотя, честно говоря, регион тоже яблоки имеет, почему так дорого, не знаю, на рынке, кстати, они стоят 4,5 лир, ну так грубо говоря, 40,50 рублей, яблоки, яблоки 90 рублей стоят Турции, 130 в среднем получается в России, разница в 40 рублей, вот, ну, наверное, на этом все, закончим, что еще, давайте посмотрим, помидоры, огурцы, и, наверное, на этом все, помидоры, значит, стоят у нас, так, где помидоры, а вот помидоры, помидоры у нас, значит, стоят, 7,25, 7,75, 12,99, ну, это уже какие-то экзотические пошли, там, разного цвета, и вот такие вот 12,25, ну, наверное, объективно взять такие, средние какие-нибудь, да, 7,75, это, грубо говоря, 80 рублей килограмм, на рынке они стоят, в принципе, ну, где-то плюс-минус так же, вот, так что, такие цены, да, и черри, давайте посмотрим, черри, сколько стоят, такие маленькие, 10,99, 11,100, 10, 110 рублей, и так, томаты, в среднем, в Турции стоят 80 рублей, нормальные томаты, в России стоят 500 рублей, разница в 420 рублей, да, ощутимо, как мясо практически, только наоборот, черри, стоит 110 рублей, в Турции, в России стоит нормальный килограмм черри, 800-850 рублей, разница 740 рублей, поэтому, ну, это вообще космос, я считаю, огурцы, такие вот огурцы, кстати, это называется в России бакинские, маленькие, привозят из Баку, вот бакинские, здесь они, в принципе, везде, они стоят 60 рублей, я знаю, что на даниловском рынке, или вообще, в принципе, на рынке, они стоят, как минимум 200-300 рублей, а то и больше, напишите в комментариях, сколько сейчас стоят огурцы, в России, на рынке, или вообще в магазине, знаю, что есть такой магазин, мой любимый магазин, вкусвил, и там эти огурцы стоят, наверное, рублей, так, 350, может быть, до 400, особенно сейчас, такой в декабре, наверное, может быть, по 400, кто вкусвилитарится, запишите, сколько стоят огурцы у вас, огурцы, ну, я выбрал более-менее огурцы, которые есть на сайте, там, 250 грамм, стоило 250 рублей, итогово килограмм, будет стоить, где-то приблизительно, 750 рублей, огурцов, конечно, я думаю, что это очень дорого, но тем не менее, если сравнить с нашими огурцами, в Турции, здесь, то это разница 690 рублей, ну, я без комментариев, так, ну, и перец, давайте еще посмотрим, 1549, 150 рублей перец, килограмм стоит, такой перец мы очень любим, он стоит 130, 140 рублей килограмм, все по копке, все очень качественно, горький перец не буду обозревать, перец, к сожалению, перец не смог найти на сайте, поэтому не смог сравнить, маклажаны уже, в принципе, сезон прошел в России, так что, друзья, на этом, наверное, все с фруктами, овощами, поэтому двигаем дальше, чтобы зря времени не терять, сахар и кондитические изделия, кондитические изделия, в принципе, не такой большой изобилия, как в России, тут не так любят готовить, но уж, если на то дело пошло, давайте, также есть в этой корзине, рыба, давайте посмотрим на рыбу, что у нас рыба здесь, какая обстановка, потому что мы здесь рядом, рыба, ну, тут, конечно, сами понимаете, здесь на море, но тут все равно рыба, я считаю, что не дешевая, я так считаю, ну, хотя, объективность сериала, ради, конечно, в Москве она дороже в 100 раз, ну, опять же, это Москва, или другие города России, там, или Украины, или Белоруссии, понятно, что это море нет такого, хотя в Украине, может быть, и есть на Черном море, так вот, к нашим пирогам, что я знаю по рыбе, я вижу, дораду, 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 я вижу, вот, дораду, я не вижу, а вон, дорадо, ребят, я буду вот, говорить, дорадо морская стоит 43 лиры, это 400-300 рублей, это морская дорадо, вот, они написаны, если бы не излеет, это море, а есть дорадо не морская, она стоит 30, и сколько она стоит, я спустую, все, так, она стоит 41 лиры, слушайте, нифига себе, он, не знаю, давайте попробую приблизить, вот, это вот дорадо, вот, видите, дорадо, она стоит 43 лиры, а вот дорадо тоже, стоит 41 лиры, ну, странно конечно я думал все таки будет думал что такие цены будут разные дорада ну следовало ожидать что дорада будет дешевле и потому что и везут с турцию россию на 100 400 рублей в турции в среднем россии она стоит 620 рублей но возможно бывают скидки поэтому разница 220 рублей так что еще есть тут мелкая рыбешка вся я вот в рыбе конечно вообще не профан ни разу ну хорошо осьминоги стоят 160 лет это 1600 рублей кстати очень вкусный зажаритесь офигенно креветки привет есть королевский как у нас говорят 150 лир это 1500 рублей но небольшие и они не заморожены как у нас продают это охлажденка имейте ввиду что это все охлажденка здесь заморозки нету а короче такое тоже креветки вообще и чуть такой не ел такие вот мелкие креветки стоят 750 рублей так что еще что так я могу наверно войти сюда давайте посмотрим какую-нибудь красную рыбу как у нас в россии любят он филе нарезанное 850 рублей стоит но это уже нарезки чистая вот она это у нас стейки 770 рублей тоже стейки почему-то подешевле они они стоят 400 почти 450 рублей форель стейки из лосося в среднем в турции стоит 800 рублей что я принципе говорю что-то недешево в россии в среднем стейк или даже филе нормальном принципе в среднем это будет 1000 рублей поэтому разница в 200 рублей небольшая разница для рыбы так что еще у нас здесь кстати рыбу очень любят жарить здесь и кушать и такую милку да тут все принципе жарить все на жарке вот что у нас еще есть стоящие есть пусть я не вижу такое типа знаете осетрины друзья честно объективно объективности ради я не могу вам сказать рыбе просто вот здесь вот рыба есть она такая в среднем стоит 500 рублей рыба вся рыба стоит 550 лет 60 лет где-то 70 лет где-то 30 лет где-то вообще стейки уже готовы стоит по 800 рублей это это дешевле сразу говорю это дешевле это дешевле чем у нас и ну для местных это все равно не дешево потому что потом как мы сделаем ролик газа поза по зарплатам местным по чиновникам по чиновническим заплатам по этим государственным заплатам по частному бизнесу так засыпал хорошо за ничего не видно поэтому тут конечно по объективности ради будем говорить что здесь будет дешевле и конечно же сами видите какой выбор здесь большой метро принципе выбора всегда большой других сетевых магазинах выбор конечно же меньше так что не знаю насколько получилось вам передать по ценам и по выбору ну я думаю что все понимают что здесь средиземноморье не очень круто с выбором где-то вот здесь да вот мука сахар соль так значит что мы имеем здесь здесь у нас мука мука это очень хорошая как раз таки показатель насколько здесь в стране все стабильно или нестабильно давайте брать какую-нибудь небольшой пакет а какой-нибудь такой средний пакет и в более менее хоть марку нормально я не могу сказать что в марка метро это прям наверное идеально хотя и мне жена покупать муку я честно говоря не на ну наверное возьмем какую-то вот марку возьмем наверное она очень хорошая кто знает напишите комментарий хорошая марка или нет объективно это возьмем такую пачку здесь за килограмм 417 пачки больше килограмма 833 83 рубля 442 рубля килограмм хотя здесь написано 1 килограмм странно почему такая цена странно написано же 1 килограмм хорошо чуть как-то накосячили электронные ценники ребята будущее накосячили так здесь у нас наверное вот это вот тоже килограмм жизни до килограмм вот здесь все правильно здесь 769 и 76 85 ну да здесь получается 70 рублей килограмм муки мука что в турцию что в россии в среднем одинаково поэтому цена одинаково так где соль пойдемте соль искать сахар нутелла кто любит нутеллу сейчас скидка хотя не знаю сколько стоило помыть 30 чем-то стоило 260 рублей вот такая вот нутелла стоит ребят нутелла кто знает турции покупал нателлу она тут круче потому что здесь нет такого пальмового масла как в россии гречки здесь сразу говорю нету по гречке тоже много чего там считают но есть рис потому что ну как же без рис рис без турки турки без риса да как тайцы без риса не знаю китайцы без риса давайте посмотрим рис вместо гречки так какую пачку риса взять и сравнить ну опять же давайте по килограмм смотреть здесь по килограмм смотреть рис 1805 стоит килограмм это 180 рублей чуть как-то дорого мне кажется опять же для меня все дорого вот здесь стоит ару метру 120 рублей килограмм рис тоже считаю что туром я знаю что в россии на полу килограмм стоит ну не знаю рублей может 40 может 80 тире вот таких по пределах диапазона ребят в украине беларуси сколько рис стоит напишите в комментариях тоже прям интересно реально что у вас там творится на беларуси все тоже цена уже как турции так там батька за рулит значит давайте посмотрим другую марку чем-нибудь мне поинтереснее еще не поинтереснее давайте посмотрим так как так так это был бур уже ну вот наверное вот это давайте марку возьмем а это же метро шаш метров здесь все-таки метро подает ты какой-то бурый рис бурый стоит вообще 200 рублей килограмм или сколько до килограмм 200 рублей охренеть так ладно я чё такое это тоже рис какой-то крупный прям круглый непродольный стоит 19 45 почти 200 рублей килограмм стоит а тут вас полна килограмма 48 62 блин офигеть я не думал что есть такой дорогой вот я думаю куда деньги уходят наши вот он как рис дорогой оказывается мы рис то конечно не так много едим но тем не менее рис в турции он оказался дороже чем в россии рис в россии стоит 100 рублей в среднем в турции он стоит 180 рублей разница 80 рублей толь стоит 252 75 пачка 252 стоит крупную соль почему и дешевле я не понимаю хотя наверное не знаю опять соль вот тоже соль до соль за на вкус туз вот вообще дешевого 1 15 стоит будет должен найти покупку крупнее ну короче говоря соль тут вот такая соль стоит 12 рублей упаковка 12 рублей упаковка так окей соль соль мы сравнивали к сожалению можно только сравнить с марка метро ару поэтому мы сравнили что россия что турция соль ару стоит одинаково 12 рублей за килограмм пачку значит сахар стоит в среднем сахар стоит 60 рублей килограмм среднем вот такая упаковка стоит 28 39 килограмм стоит 60 рублей папа если пакетируем такая вот история вот сахар 1 килограмм сахара стоит 62 рубля 60 62 рубля короче сахар сахар в россии оказался дороже в турцию дешевле разница в 30 рублей в 90 рублей в россии в турцию 60 так возьмемся по чаю классическая упаковка чая стоит 75 рублей вот такая вот здесь 25 пакетов 70 рублей липтон это все турецкий чай хотя липтон написано ну наверно франшиза скорее всего чай чай в россии стоит дешевле чем в турции в турции чая упаковка чая стоит 75 рублей в россии стоит 57 рублей разница 18 рублей чай посмотрели сахар соль посмотрели все у нас дальше по списку там крыло посмотрели мы давайте посмотрим колбасы яйца да и вообще вся эта история с маслом со всем этим сейчас заходим холодильник блин очень не люблю конечно холодильник заходить там температура как минимум минус здесь наверное короче здесь очень холодно но придется зайти так давайте посмотрим посмотрим наверно начнем с йогурта йогурт здесь как правило продается больших упаковок американские мы покупаем сюда йогурт вот такой вот всем рекомендуем реально вкусный классная марка стоит 130 рублей вот такой йогурт айран в расчет брать не буду потому что это специфический продукт мир чисто местный давайте смотреть яйца давайте смотреть масла сыр и так далее так далее вот молоко точно молоко вот все молоко есть несколько фирм значит молоко в среднем среднем стоит за литр 590 60 рублей пинар молоко здесь хорошее сразу скажу все молоко реально хорошие пинар не самая лучшая марка но тем не менее здесь стоит 395 ты 40 рублей молоко стоит так что у нас за марки еще здесь ну не такой густой выбор конечно прям с молоком здесь вот есть значит молоко метровская 31 процент а там тоже были 31 процент тоже все по 313 1 процент метровское молоко что-то с ценником ты его сломал страшно вот какой-то все это что за кого один литр на процент на не виза 345 40 35 рублей наверно по процентам меньше вот 31 процент скорее всего ну скорее всего это 45 рублей 45 рублей вот 45 рублей скорее всего вот это вот молоко метровская 31 процент я думаю что они лучшего качества в мета кажется вот это вот классная марка тогда хорошая марка я точно знаю она стоит 585 за литр вот это вот классно 60 рублей короче будем брать так 60 рублей литр молока так молоко 31 процента за литр 60 рублей в турции 70 рублей это в россии разница в 10 рублей дороже в россии у нас где вот масло до масла вот ребят масло вот такое вот масло пинар стоит вот это упаковка стоит 18 95 то условно говоря 190 рублей это упаковка стоит 190 рублей килограмм стоит семьсот шестьдесят рублей пинар вот эта упаковка которые взяла дороже килограмм стоит семьсот восемьдесят рублей а упаковка стоит почти 200 рублей масло дорогое смотрите масло очень дорогой очень дорогой опять же я округляю цифры там не сильно не судите пару по отношению к люблю курс скачет вот такая вот упаковка масло пинаровская стоит дешевле 540 550 рублей килограмм и здесь один килограмм пятьсот пять рублей там около стоит килограмм 550 рублей здесь тоже так же тоже марка только такая же большая покупка килограмм стоит 580 рублей 580 рублей так все тоже классная марка вот это вот 550 рублей в общем среднем короче 550 600 рублей масло стоит вот так масло сливочная за один килограмм в турции 600 рублей в россии 750 рублей разница в 150 рублей дороже в россии сыры опять же сыры тут изобилие сыров большое и сравнивать сыры наверное это глупо потому что здесь только сыров они разные и таких производителей конечно россии нет да и давайте просто возьмем пармезан 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 здесь дорогой он стоит 269 или вот она цена короче 270 лир это 2700 рублей килограмм стоит 2700 рублей пармезан стоит но он офигенный у итальянский я посмотрим нет турецкий турецкий просто франшиза вот это вот упаковочка стоит маленькая 59 лет 600 рублей плюс минус там 590 600 рублей 600 рублей упаковка пармезана стоит пармезан что в россии что в турции в среднем стоит 600 рублей за 200 грамм и что в россии что турции собственного производства иностранного производства нету а если есть то это наверное ну виде исключения опять яйца яйца очень актуально сравнить яйца сразу скажу мы покупаем вот такие вот яйца жена говорит они просто бомбически желток как полагается а нет вру не такие соврала так если вы покажу вам каким покупаем таким покупаем чуть и не вижу эту упаковку секундочку они да вот мы их покупаем метров ски до метров ски прошу прощения вот они стоят 140 рублей до яйца не дешевые сразу беру на рынке мы покупаем также за 140 рублей с двумя желтками только здесь с одним желтком но яйца реально желтый органик стоит точно за органике не отвечаю но они тоже желтые ну во всяком случае похоже на органик яйца 140 рублей в турции и 100 рублей в россии за 10 штук но в турции органик в россии органик найти мне сложно было поэтому разница в 40 рублей но имейте ввиду что это органике не органик еще раз брать вот то что вы сейчас здесь видите в расчете не стоит потому что здесь нет нормально колбасы все знают табу в турции нормальный колбасы нету здесь все сосисоны тоже как бы такие они деревянные все есть конечно в метро такие вот хорошие сосисоны мы тоже покупаем нет нет ну вот то что сосисоны моли можно что-то выбрать на колбасы нормально нету то что вы видите это все такое деревянное это все такое ну не совсем приятно для нас людей которые вышли из бывших стран советских у нас привыкли к докторской такой знаете такое что-то такое чтобы чувствовалось поел поел я вообще люблю вкус вилоскую колбасу вот это колбаса классно это колбаса классно это я вот на риска такая большая толстая хорошим метров всех классный выбор в этом плане потому что во всех других магазинах он скудный так я что-то под замерз надо было выбираться отсюда так давайте посмотрим мясо выходим к мясу сколько стоит у нас мясо потому что это очень важно все любят масса мясо любители веганы не не смотрят наше видео наверно вот поэтому смотрим мясо значит у нас это что такое то это что за мясо у нас это говядина ну пока слава богу здесь вот мне нравится то что показывает какая часть говядины фарш фарш стоит сегодня скидка как удивительно 30 370 рублей за килограмм ну да за килограмм не чуть больше килограмм он дороже вообще мясо дорогое ну вот давайте посмотрим вот это да вот здесь есть ценник это что у нас такое это у нас дано дано это у нас говядина стоит 63 за килограмм за килограмм 163 630 рублей но я не знаю как эта часть ну вот нарезка такая здесь то же самое нарезка 163 630 рублей килограмм упаковки приличные мясо я уже говорил что в турции мясо дороже стоит мясо в среднем говядина стоит 600 рублей в россии стоит 450 500 рублей но в россии очень большой выбор по производству и по маркам есть такая же история килограмм стоит 250 наверно в среднем где-то будет рублей 250 300 стоит я так думаю среднем курица здесь так и продается ножки ножки давайте посмотрим сколько стоит ножки цена 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 вот этого 180 рублей упаковка 180 рублей килограмм ножек упаковки с у нас 95 а это 20 20 лет чуть больше килограмма 1164 20 21 лиры 210 рублей упаковка стоит такая увесистая нормальная упаковка чуть больше килограмма 220 рублей наверное нормальная цена сравнить курица в турции стоит 200 рублей за килограмм в россии 240 рублей за килограмм разница в 40 рублей в турции дешевле чем россии так что еще большая упаковка будет дешевле понятно логично и она будет стоит 180 рублей за килограмм соответственно там килограмм идет почти 4 килограмма вот так друзья по мясу наверно все ты уже отрубил здесь давайте посмотрим сколько стоит такая курица целиком так как курица целиком стоит 130 рублей 130 рублей до 30 рублей так все я убегают нужно просто откалил я здесь в расчет давать давайте просто пробежимся вот так то вместе шарит тут поймет по ценам еще раз говорю округляйте сутки десятые сутки округлять и будет вам понятно цены в рублях кто из белоруссии украины смотрит переведет гривны рубли белорусские согласно лире турецкой не без сути ребят на 100 друзья вышла я из метро были эту маску снять уже замучился хотя без маски даже на улице нельзя ходить но тем не менее можно хоть подышать вышел из метра в общем сделал для вас максимальный обзор чуть машине задавила сделал максимальный обзор для сравнения наверно вы сами понимаете что цены будут отличаться очень сильно и ассортимент также отличается поэтому я думаю вы знаете что делать подписаться поставить лайк нажать на кнопку колокольчика уничтожить эту кнопку колокольчика чтобы она всегда на вас звенела вот получали мое видео не пропускали поэтому подписываемся комментируем ваше мнение ваше видение по поводу цен еще увидимся пока пока